Это вилка называется, ребят. С одной стороны, ну да, как показывает харьковская украинская наступательная операция, с позиционной войной у вас не очень. С другой стороны, еще раз повторюсь, тут лучшие мозги королевства, сил не жалеют, чтобы эту самую линию фронта стабилизировать, остановить проклятых укров, все больше и больше своей земли освобождающих от всей этой вашей рашистской нечисти, а значит, как удалось слегка притормозить этот неумолимый процесс, как опаньки, и такой вариант вам тоже не подходит. В Украине это называется «галя ваша балована». И что тут делать? Ну тут как в анекдоте, как не ложитесь, милочка, вас все равно вылюбят. Да, именно так вылюбят, хоть в позиционной войне, хоть в непозиционной, то есть вылюбят на бегу. Это, кстати, уже все больше и больше понимают в России даже те, кто по своему статусу должен нести уверенность и победу в каждом движении. Я уже не говорю о словах. Гран-при сегодняшнего циркового конкурса у Соловьева. Это восхитительное зрелище. Ребят, не пропустите его, потому что Соловьеву стал оппонировать не кто-либо как, а сам маэстро рософилии, магистр черного и белого русомирства Затулин. Ох, какой непростой мужик, я вам скажу, между прочим. И вот только Соловьев запел свою любимую песню о территориях и конституциях, слева раздалась небольшая вспышка. По форме чистый ядерный гриб. Ядерное оружие, когда оно появилось, оно создало условия развития международных отношений. Вот почему не возникло крупной войны. Прямой агрессии НАТО против нас нет. Что значит прямая агрессия? Войска НАТО там не воюют. А чьи там войска воюют? Там воюют инструктора есть. Там, безусловно, люди без нашим. Во всех локальных конфликтах холодной войны с одной и с другой стороны воевали военные специалисты. Только они не воевали на территории тех стран, которые участвовали в прокси-войне. А здесь, извините, война идет на нашей территории. Все боевые действия, если вы посмотрите конституцию, как определяют сейчас наши границы, идут на территории Российской Федерации. Если даже они идут на территорию Российской Федерации, которые, кстати, этой территорией стали недавно... И что это меняет? ...на Российской Федерации... Еще один... Извините, у меня прям сегодня кружок людей, прибирающих конституцию, которые считают, что это не наша территория. Вы нас хочешь подвезти под монастырь? Нет, вы себя сами по нему подводите. Вы по этому решите. Вы просто в реальности говорите просто. А реальность в чем? На нашей территории война или нет? Она состояла в том, что в процессе военных действий мы обрели контроль, По крайней мере, на двумя областями, о которых речи до этого времени не шло. Во всяком случае. Если только в наших графопостроениях... Это наша конституция написана, как чья территория? Нашей конституцией они стали, начиная с сентября этого года. Они считают, что это... Мне плевать, с кем она спорная. Она спорная. Что ты спорю на эту тему? А с кем? Мы с нашей конституцией спорим? Нет, минутку. Мы спорим не с нашей конституцией. Мы спорим с противником на поле боя. Ух ты! Ну ничего себе! Битва двух ее концов. Вот так получил Шептун нож в псину от старого товарища. Да еще и депутата Госдумы. Директора Института стран СНГ. Учредителя движения Держава. Организации Отечества. Потом Отечество Вся Россия. Потом Движение Единства. И вообще. Ведь это один из отцов-основателей самой единой России. Соловей против Зубра. О чем вообще говорит эта битва? Ну кроме того, чтобы поржать. Да о том на самом деле, что уже даже зубры в российской политике не просто понимают всю абсурдность претензий России на новые территории. Они уже говорят об этом вслух и публично. А значит расклад такой. Во-первых, чуют звери рожки загонщиков и хотят из круга смерти вырваться. Ну так, на всякий случай еще и смягчая себя публичными заявлениями будущий неумолимый приговор. А во-вторых, ведь никакой разницы между флагом Херсонской области, флагом Запорожской области и флагом Крыма, стоящими в здании Совет Федерации, нет. И то, и то, и то бессмысленные тряпки. А значит будут ими пол вытирать. Либо сами россияне, либо солдаты антипутинской коалиции в составе ограниченного и миротворческого контингента войск. А вот кстати, кто из них, это уже вопрос второй. Главная суть. Все аннексированные территории вернутся в лоно священной, единой и неделимой Украины. Так и будет. Субтитры создавал DimaTorzok